День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. За искусство. Программа «Синеман». Поехали. День в день, час в час. День в день, час в час. Знаменитости допускают в зал суда на таких процессах. Обычно это все происходит за закрытыми дверями, и звезды сами об этом на это настаивают. И даже фотографий, в принципе, с таких заседаний нет. Как известно, в американских судах до сих пор делают зарисовки даже, потому что часто не допускают фотографов. И тут случилось совершенно обратное. То есть журналисты получили доступ, и мало того, идет видеосъемка. То есть все вот эти опросы Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Хёрта, они, в принципе, доступны. Тут же появляются в интернете и становятся, так скажем, предметом обсуждения фанатов, которые, соответственно, разделились на три категории. Те, кто поддерживают Деппа, те, кто поддерживают Хёрта, и неопределившиеся, которые все ждут, может, каких-то более четких, понятных доказательств вины одного или второго. Я хочу сразу сказать, что изюминкой действительно то, что показывают в одном кадре часто вот реакцию одной стороны на заявление другой. То есть, ну, условно говоря, как на «Оскаре» держат крупным планом, вот когда объявляют победителя, и показывают, как реагируют все остальные. Все претенденты. Да, вот как досада у кого-то, у кого-то кто-то выдерживает лицо и пытается там как бы так это сыграть, что он радуется своему проигрышу. Ну, и вот именно, когда заявляют что-нибудь там Эмбер Хёрт, показывают Джонни Деппа, как он реагирует на ее слова. То есть, прямо вот, ну, настолько это все смотрится благодаря современным технологиям. Прямо, как я говорю, это такое... Получилось реально реалити-шоу судебное, то есть, готовое просто реалити-шоу можно выпускать многосерийное потом на видео и наслаждаться темными вечерами. И, кстати, это реалити-шоу действительно собирает очень большую аудиторию, и разделились очень сильно мнения, и очень большая сейчас такая армия поклонников Джонни Деппа утверждает о том, что заявления Эмбер Хёрт разрушили его карьеру, и он натерпелся. Собственно, он как раз и является пострадавшей стороной. Между прочим, вот это даже проявляется, когда уезжает машина после заседания суда Джонни Деппа. Обычно всегда его приветствуют очень сильно поклонники. Он высовывается из машины, там чуть ли не раздает автографы, пожимает руки фанатам, то есть, ну, как-то ведет себя очень демократично. А Эмбер Хёрт, напротив, она уезжает садиться в машину закрытую, с затемненными стеклами, и старается проехать как можно быстрее, не останавливаясь, и вообще никак не реагирует на... Хотя у нее есть тоже и своя фанатская база. Вот, из того, что вот сейчас происходило на этом процессе, там, ну, всплывают действительно какие-то жуткие, ну, отвратительные, пикантные подробности, и избиений, и то, что Эмбер Хёрт, простите, там... В общем, сделала... Именно так, да. Именно так, даже не знаю, как это культурно выразиться, но да, подкинула экскрементов в кровать Джонни Деппа, пока он спал. То есть, это, конечно, наверное, это от... как это сказать... сыграло против нее очень сильно, потому что долго считали, что это шутка, пока она сама в этом не призналась, но она сказала, что это вот такой юмор, что Джонни Депп сам был сторонником такого нетрадиционного юмора, и сам даже чуть ли не что-то подобное делал или хотел сделать, она решила вот так же поступить с ним, но, конечно, теперь эти все оправдания уже не так важны, как сам факт такого, как говорит... Говорит... То есть, люди, услышав это, наверное, подумали, как в фильме «Покровские ворота» высокие-высокие отношения. То есть, это показалось очень, наверное, странным вообще обычным людям, такие подобные отношения между спругами, ну, достаточно необычные, и у многих сложилось сразу... какой-то негатив тут же появился в отношении Эмбер Хёрт, конечно же. Ну, не говоря уже о том, что они бросались друг к другу предметами, бутылками, осколками стекла, там, отсекали друг к другу какие-то, в общем, части тела, и все это вот тоже, ну, происходило, с одной стороны, казалось, брак, вот, ну, то есть, мы видели вот все эти... Слушай, а я хотел спросить, может, мы начнем с премьер? Да, давай, давай, может быть, с премьер, да, потому что потом мы уйдем, действительно, в такие дебри, сразу же можем поговорить про другие браки актеров. Какие вот... что сейчас идет в кинотеатрах, и что можно посмотреть? Я сразу, может быть, хотел обратить внимание на то, что фильм, вот, Манни, это, во-первых, латвийско-индийская постановка. Само по себе это впервые такое происходит, и очень, ну, необычная сама коллаборация латвийского кинематографа с индийским объясняется очень просто. Дело в том, что режиссер, режиссером картины выступила, ну, вот, латвийская продюсер и режиссер Даци Пуца, которая училась в Нью-Йоркской киноакадемии, и там познакомилась как раз-таки с актрисой из Индии Сонал Сегал. И затем, когда у Сонал Сегал появился, ну, интересный проект, связанный с искусственным интеллектом, и с тем, что вот этот интеллект, который представляет собой, ну, голосового помощника в телефоне, по большому счету, это те же самые, там, Сири, Алекса, там, или, ну, такие вот помощники. Но он начинает вторгаться в ее жизнь, и, например, ну, самый простой пример, он отказывается звонить, значит, ее молодому человеку, потому что он не хочет, чтобы она с ним контактировала. И вот он принимает решение, что, а тебе, милочка, лучше бы с ним вообще, он плохой парень, и ничего хорошего у тебя не будет, я не буду тебя соединять с ним. И вот с этого, ну, начинается и продолжается, то есть, как этот интеллект начинает ее контролировать, вот у нее был такой интересный сюжет, она хотела реализовать эту картину, но для того, чтобы продвигать картину на европейском рынке, было решено снять ее в европейской стране. То есть, чтобы к индийскому фильму можно было привлечь внимание, ну, каких-то фестивалей международных и так далее. И было решено снять картину в Латвии, и в том числе вот Даци Пуция, которая сначала, ну, собиралась просто помочь в реализации, втянулась в этот проект, ей стал интересен сценарий, она предложила себя как режиссера, и вот все это реализовалось. И я хочу просто обратить внимание, то, что эта картина, как ни странно, она не выходит в широкий прокат. Всего, по-моему, было четыре, ну, четыре было предусмотрено показа этого фильма, три из них уже состоялось. И последний, вот последний на сегодняшний день известный показ, он пройдет в Splendid Palace завтра, в четверг, в Большом зале в шесть часов вечера. И, может быть, сейчас есть у нас возможность поставить, просто вчера были в студии, как раз-таки приходили и Даци Пуция, и Сонал Сегал, они рассказывали об этой картине, и вот небольшая выжимка из того, что они рассказали в своем фильме, я сейчас предлагаю послушать. Если мы немножко отходим дальше, тогда я встретилась Сонал в Нью-Йорке, я училась в киноакадемии с ней, так мы подружили, и до с того времени, это уже, ну, десять лет назад, мы все время хотели, как бы, что-то сделать вместе. И первая, как бы, первая была реклама, но это не состоялось, потом был музык-видео, тоже не состоялся. И тогда я думала, ну, так с ними есть, ничего не будет состояться, но три вещи, хорошие вещи, как говорится в сказках. Ну, три лет слабо 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 сл Съёмками она решила, что она бы хотела, чтобы я была режиссёр. Но для меня это было внезапно, и очень большой такой... А сценарий уже был готов, да? Да, она прислала летом уже, да. Но тогда я сразу на сценарий смотрела немножко по-другому. Потому если это не сервис, не продюсерская работа, но режиссёра, тогда сценарий надо читать, смотреть совсем по-другому. Как полюбить его. Сделать своём. Ну да, своим. Своим, да, да. Это первое дело. Но так мы начали. Мы очень в коротком времени это всё реализировали. Только месяц была эта предпродакшн. Мы коротко сняли, и всё вместе это примерно полгода. Ну, я объявляю. Да, 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 да. Ну, так как, ну, по-прекшу изстасить, как фильмов нет, но принципом, мне, 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 это, ясно. Ясно. Мэнни – это искусство, который спорит к человеку. Он, конечно, он помогает. Как Татса сказал, Сири или Алекса, но он хочет более химанную связь. Он тоже, что я уже говорил, но он уже готов, он должен общаться с людьми. И, как у человека, все у нас есть хорошие и плохие. Мэнни – плохие и плохие. Мэнни – это не миленький. Я буду делать это очень понятно. Как у человека, у них есть хорошие и плохие. Они так много сихи нестатизм, но они едут сфильмом и четвертый день. И, главное, интересно, Анна, можно сказать, как были сцени инвесторами. Первый. Скажите, пожалуйста, об этом первом инвесторе, кто сказал о женщине. Спасибо большое. Мы держим нашим директором. Мы не нужны твои деньги. Какая принципиальная позиция? Ну, надо ли перевести в «Быстро»? Ну, быстро в двух словах. Да, Сонал сходила к инвестору, тот похвалил сценарий, сказал, да, классный фильм, но, значит, режиссером должен быть обязательно мужчина, потому что вы снимаете не романтическую комедию, а научную фантастику. И тогда Сонал сказала, ах так, это все жуткая мезогиния, не нужны мне ваши кровавые деньги, и ушла. Да, ну вот такая была история. Действительно, получилось такое проявление мужского шовинизма в кино. То есть фантастику должен снимать обязательно мужчина. Хотя мы знаем примеры, когда фантастику может снимать и женщина. Ну, это вот фильм «Мании». Еще раз повторю, что завтра в «Splanned Palace» единственный будет показ, и затем картину уже… Ну, любопытная история. Каждый раз, когда вот такие вещи слышу, продолжаю радоваться, что какое-то происходит движение в Латвии… Так или иначе в латвийском кинематографе, потому что по-любому, даже если это фильмы индийские, то задействованы мощности наши, так скажем, люди работают, происходит какие-то… То есть получение какого-то опыта, и потом все это используется, в том числе и для съемок наших фильмов. Вот. Ну, опять же, повторю, читал, что государство наше поддерживает съемку иностранных фильмов, в том числе налогов, в том числе уменьшением налогов там и прочими такими вещами. А по поводу индийского кино я просто, когда прочитал в этом, вспомнил, что десять лет назад у нас снимали индийский боевик под названием «Агент Венот», если ты помнишь или не помнишь такое. Ох! Нет, я не помню абсолютно такого. Да, вот, очень занятно. Съемки были в Старой Риге, то есть там в фильме фигурирует «Бастионная горка» и «Брио Бастерботес» то есть «С погоней без ретами» — это такой индийский Джеймс Бонд. То есть там драки на латвийской железной дороге, то есть в поездах. Ну, если кто-то интересуется, может найти этот фильм где-нибудь, где возможно, и тоже посмотреть. На Ютубе есть съемки того, что происходило за кадром тоже здесь. Ну, то есть коллаборация такая Латвия-Индия, она все-таки имеет какую-то… Это не первый фильм подобный, уже имела под собой основание. Еще из тех картин, которые вышли вот в прокат в последнее время «Я краснею» — картина мультик «Пиксаровский» про то, как… По-моему, мы его уже обсуждали, он достаточно давно вышел уже, мне кажется. Мне кажется, что самый топовый сейчас — это «Доктор Стрэндж». Да, «Доктор Стрэндж» второй. Расскажи, может быть, в двух словах, что он себя представит. Знаешь, я так его не смотрел, но суть, конечно, в том, что это очередной кусочек пазла в большой вселенной Марвел, то есть в которой уже, я не знаю, 20… Больше 20, по-моему, фильмов, что сама по себе, конечно, уникально. И каждый из них очень интересен и самобытен. Это, по-моему, чуть ли не второй, четвертый, по-моему, этап, так скажем, который большой фильм, который вышел вслед за «Человеком-пауком» и, в принципе, прокат, ну, неплохо зарабатывает, то есть отзывы весьма хорошие, ну, в принципе, как и планировалось. В главной роли Бенедикт Кэмбербэтч, который играет такого современного колдуна, так скажем, героя комиксов, понятное дело. Вот. И еще в «Человеке-пауке», ну, наверное, если кто смотрел, все в курсе, что он там пробил дорогу в какую-то некую мультивселенную, где все очень непросто, и тогда в «Человеке-пауке» это удалось обуздать. Ну, видимо, в этом фильме как-то это все вывернулось, обернулось для него плохо. Вот. И поэтому люди сейчас, фанаты, идут на этот фильм. Я слышал такой отзыв, что это чуть ли не первый фильм по комиксам Marvel в жанре ужасов. Ну, не знаю уж, что там за ужасы, но очевидно, что что-то страшное там происходит. Вот. В прокате он показывает неплохие результаты, и это при том, что, насколько я слышал, его не хотят прокатывать в Китае. А это большой, конечно, удар для американских прокатчиков, потому что Китай всегда был для них таким очень серьезным крупным рынком. И причина, очень занятная причина этому. То есть, ну, во-первых, там есть персонаж нетрадиционной сексуальной ориентации, что само по себе уже, конечно, отрезало прокат в арабских странах каких-то. Но это было, наверное, не так страшно. В России, не знаю, стали бы его прокатывать, ну, там, соответственно, его и так, и так не прокатывают. А в Китае, значит, ударом стало то, что в фильме показан, значит, вот в занятный момент ларек газетный, в котором продается газета, которая является какой-то, значит, которая не поддерживает официальные, то есть реально существующая газета, которая не поддерживает официальную линию Китайской коммунистической партии. То есть вот какой-то такой момент стал, не знаю, насколько это серьезно, но вот стал одним из пунктов того, почему в Китае могут отказаться от проката этого фильма. Ну, а я хочу в свою очередь сказать, что забегал вот когда Антон Долин на радио. Он сказал, что вот посмотрел как раз «Доктора Стрэнджа» всей семьей и остался очень доволен, так что он рекомендует. Аббатство Даунтон, вторая часть, ну, именно кино-версия знаменитого сериала, «Снайпер, белый ворон», украинский фильм военный. Да, украинский фильм военный, я так понимаю, что действия происходят практически недавно. Нет, 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 я посмотрел картину, они снимали его о событиях тогда вот 14-го года на Донбассе. Да, 14-й год, но они решили, ну, вот поскольку я понимаю, что досняли, вот как раз последняя сцена, это февраль, вот конец февраля 22-го, и, ну, там снайпер снова как бы в бою, там все это подается таким образом. Но картина, действие происходило сначала в 14-м году. Ну, просто надо сказать о противостоянии украинских военных с российским снайпером, я так понимаю. Ну да, там появляется снайпер, который там использует действительно там запрещенные, ну, то есть пули большого калибра, которые пробивают всю любую броню, и вот, дескать, противостояние с ним становится очень, ну, принципиальным для главного героя, потому что он убивает его как бы учителя, ментора, и в финале, я думал, что на химическом заводе там будет это как-то обыграно, поскольку нельзя будет стрелять, ну, там действительно все это вот такая сцена в духе Голливуда сделана, но вот все обошлось без стрельбы, и они в рукопашную сражаются, и главный герой убивает злодея. Еще вот картина «Все везде и сразу», картина, которая от приятелей двух Дэниелов, два приятеля режиссера, которые сняли до этого «Человек-швейцарский нож» с третьим Дэниелом Рэдклиффом в главной роли, и вот «Все всегда и сразу» это такая фантасмагория, которая рассказывает про… Мишель Йо ее играет, женщину, которая внезапно узнает, что существует мультивселенная, где она добилась, ну, где ее жизнь гораздо более оказалась успешной. Ну, и такой фильм, который сочетает в себе самые разные жанры, и фантастику, и такой вот азиатский кунг-фу-боевик, и, ну, очень много всех жанров, народ в восторге, я еще тоже не видел, мечтаю посмотреть, и тогда… Да, я тоже читал хорошие отзывы, что очень интересная смесь такая фантасмагории какого-то китча и более популярного кино, и, ну, опять же, тема мультивселенок сейчас, видимо, на подъеме. Еще вот из тех фильмов, которые сейчас выходят, «Эскортницы» – это польская картина. Опять-таки, вот я смотрел только рекламный ролик, и, если честно, вот рекламный ролик сделан так, чтобы ничего не было понятно о фильме. В основном ролик такое ощущение к документальному кино, то есть там в основном задают вопросы, а могла бы ты провести «Ночь любви» за какую сумму, сколько ты стоишь, там, 10 тысяч или 20 тысяч? Ну, как бы так, я бы сказал, немножко трешово. Фильм в духе 90-х годов намекает на то, что все продается, все имеет свою цену, и, дескать, девушки, которые готовы вот таким образом продавать свое тело, еще и остаются выигрыши, потому что помимо богатых подарков и денег, еще им и предстоит провести «Ночь любви» с сыновьями арабских шейхов, которые сами по себе напоминают там сказочных принцев. В общем, приглашение в мир проституции открытым текстом, такая, ну, каркотина, которая немножко сначала... Ну, вот, во всяком случае, трейлер производит какое-то такое очень подозрительное, сводническое какое-то впечатление, уж слишком ярко так приторно изображают этот мир. Ну, что скрывается за этим трейлером, если честно, непонятно. Я еще картину действительно не смотрел. Да, поляки способны удивить, потому что пару лет назад же вышла польская, по-моему, картина, которая чуть ли не говорили, затмила собой 50 оттенков серого, то есть там сюжет был в том, что какую-то некую польскую красавицу украл сын турецкого мафиози и, значит, держит ее там в подвалах своих и заставляет любить себя. И все это, конечно, все это очень откровенно, и это была только первая часть. 365, по-моему, да, вот сейчас вторая. Да, вот сейчас выходит вторая часть, и это был скандальный фильм, он был скандален еще и тем, что продолжил тему, наверное, такого сада мазохизма в кино, и было удивительно, что это сняли не где-нибудь в Голливуде, а в Польше. Поэтому, наверное, здесь тоже что-то такое поляки решили открыть для себя. Ну и у нас на экраны выходит картина, посвященная вот Второй мировой войне, британский фильм «Операция мясной фарш». Картина с участием Колина Фёрта, ну и, наверное, он самый такой, ну там еще Джейсон Айзек сыграет, но вот Колин Фёрт, наверное, главная такая звезда фильма. Картина представляет собой рассказ об операции британских спецслужб, которые перед высадкой в Сицилию пытаются дезинформировать немецкое командование, подбросив якобы, значит, труп якобы солдата-морпеха Королевского флота с липовыми секретными документами. Ну и вот как происходит эта вся операция, как они пытаются вот обмануть Абвер, и сочиняют для этого трупа целую жизнь и легенду для того, чтобы немцы поверили, что им вдруг вот судьба подарила какие-то сверхсекретные документы о высадке на Сицилии. Ну вот об этом картина, так что многие сравнивают его, ну, говорят, ближайшие вот аналоги игра в имитацию, шпионский мост, в общем, ну, такие вот добротное военно-шпионское кино. Это, что касается новинок, то, что сейчас на экранах. Что ещё? Да, кстати, вот перед Доктором Стрэнджем, я не знаю, правда это или нет, но в Америке показывали ролики Аватара. Да, это всё правда, конечно. Я хотел, если дошло бы до этого возможность сказать, что появился первый тизер второго Аватара, чего многие фанаты, и я в том числе, ждали просто с нетерпением. Об этом было объявлено, что он именно появится перед, на премьере, ну, перед фильмом Стрэнджем. Он появился сперва, его кто-то слил в интернет до официальной премьеры. Ну, там минута с чем-то, это не полноценный трейлер, а всего лишь тизер небольшой. Но уже даёт некие представления, пищу для размышления, так скажем. Ещё не очень понятно, что происходит в фильме, но определённая пища для размышления уже есть. Уже можно порассуждать о том, какие персонажи, кто появляется, кто будет главным героем и прочее. Ну, не знаю, я, честно говоря, очень не жду, потому что сам фильм выйдет в середине декабря, то есть осталось ждать не так долго, по большому счёту. Вот, и, наверное, хочется людям напомнить об этом замечательном фильме, который вышел сколько лет? Очень много. Просто я хочу сказать, что Джеймс Камерон, ведь, если так вот вдуматься, снял множество фильмов. «Терминаторов», «Бездна», «Титаник» в том числе. И вот с момента «Титаника», который вообще-то вышел в 98-м году, в самом конце 98-го года, вся остальная его жизнь, то есть это, получается, 23 с лишним года, это всё посвящено только проекту «Аватар». Вот первому, второму и последующим. То есть как-то немножко даже пугает то, что Джеймс Камерон как-то сконцентрировался. Ну, то есть потратить почти четверть века на один проект, ну, кажется, немножко как-то каким-то безумием лично для меня. Ну, мне кажется, это достойный проект. Ну, видишь, я немножко был смущен, вот когда появился этот первый вот тизер второго фильма, многие тоже высказывали сомнения, а почему так много графики? То есть некоторые говорили, простите, но это напоминает скорее пиксаровский мультик, чем вообще-то кино. То есть такое ощущение, что уже слишком много нарисовано, непонятно, что в этом кадре, в каждом кадре реального, потому что всё нарисовано на компьютере. И, конечно, в этом кроется вот опасность, потому что некоторые даже вот когда появился этот тизер, кто-то сказал, а нет ли, может быть, это просто фейк, ну, там слили нам просто какие-то кадры из видеоигры, может быть, потому что, ну, не верили люди, что это в самом деле, ну, так много компьютерной графики. Поэтому, конечно, хочется дождаться этого фильма. Знаешь, я когда появился этот тизер, вот первую ночь, когда он появился, очень много сразу в интернет было вылета именно фейковых тизеров, скажем, в том числе. И я не знаю просто, о каких говоришь ты, о каком из роликов говоришь ты, может, люди ошиблись, посмотрев действительно, там были в том числе и сделаны с помощью компьютерной игры. Вот. И официальный тизер появился на Ютубе только вчера, вот официально выложенный. Может быть, просто реально люди поторопились и посмотрели не тот ролик, потому что, ну, понятно, понятно, что в нем будет много компьютерной графики, но это же действие происходит на вымышленной планете Пандора, которая абсолютно не похожа на нашу. Естественно, все это снимается на зеленом или голубом экране. Вот. Но я категорически не поверю, что Джеймс Камерон это сделает как-то топорно, мне кажется. Ты сам говоришь, что он посвятил этому вот сколько уже, считай, 12 лет или... Нет, ну, четверть века, он вообще занимается вот этим проектом «Аватар», то есть если включить первый фильм, да. Да, и он это сделает как-то, ну, очень... То есть, ну, понятно, что он не будет тратить это время зря. То есть я уверен, что это будет что-то достойное, как минимум. Конечно, можно рассуждать о том, что, наверное, войти в одну и ту же реку дважды невозможно, потому что я вспоминаю первый фильм, это было, ну, по крайней мере, не знаю, для кого, для меня это было просто реально потрясение, так скажем, потому что вот эти все персонажи, сделанные с компьютерами, они были реально очень... Ну, очень реалистичные, так скажем. То есть и сама планета, и... Ну, и он реально построил настоящий мир, он подошел очень творчески к этому, как режиссер, как сценарист, как человек, который выдумал этот мир на самом деле. То есть он не просто режиссер, он его создатель. И я прекрасно помню, что этот фильм, первая часть, она в латвийском прокате держалась год. Вот она началась на Новый год, его крутить начали, и под Новый год следующего года его только из проката убрали. То есть хоть по одному, по два сеанса в течение всего года этот фильм шел. Вот. И я ходил, по-моему, в кино два раза, я еще и родителей отвел в кино, чего никогда раньше не было. Я просто сказал, вам надо это посмотреть. Вот. Поэтому я надеюсь, что вторая часть не будет... Ну, понятно, что не будет того... Человеку всегда надо... То, что он уже видел, ему надо больше, больше, больше. То есть уже такого удивления не будет. Но я рассчитываю на качественное. Ну, во всяком случае, он подготовил для нас сюрприз. Я понимаю, вот подводные съемки, вот погружение под воду в 3D, то есть это должно быть вот как раз той изюминкой, которая будет отличать эту картину от первой части. Как бы очень многие его работы, как сам бы сказал, «Титаник», «Бездна», что там еще, они так или иначе связаны с подводными съемками. То есть он на этом... И достаточно сказать, что Кэмерон является, по-моему, третьим человеком, который опускался на дно Марианской впадины. То есть до него это было только два исследователя, и он был один и просидел там несколько часов. То есть до этого никто так не делал. То есть это человек, увлекающийся, как минимум. И поэтому я надеюсь, что как человек, увлекающийся, халтуру он нам не предложит. Ну и опять же, сюжет, да, сюжет чуть-чуть будет обыгрывать уже, подводный мир. Подводный мир, он, в принципе, красив даже у нас на Земле, в принципе. Не надо лететь куда-то на Пандору, чтобы посмотреть красивый подводный мир. А уж выдуманный подводный мир должен быть еще более красивым. Ну и в тизере еще мало. Я же говорю, это одна минута. А фильм наверняка будет идти как минимум два с половиной часа, я так подозреваю. Поэтому наверняка там будет что посмотреть. Из тизера ясно, что вернутся основные персонажи, в том числе и те, которые в первом фильме погибли. Ну, это, конечно, не очень подозрительный, так скажем, показатель, когда воскресают умершие персонажи. Но я, опять же, рассчитываю, что это как-то будет талантливо обыграно, потому что возвращается персонаж Сигурни Вивер, ученая, которая погибла. Но, возможно, ее как-то там логично оживят. И в том числе возвращается главный антагонист. Земной генерал, с которым воевали туземцы. В конце первого фильма его так эффектно убила главная героиня. Но вот в тизере он появляется уже в образе аватара, так скажем. То есть это какой-то интересный сюжетный ход за этим должен стоять определенно. Вот. Ну и, да, и хотелось сказать, что Камерон снимает же не только второй фильм, а у него запланировано, по-моему, то ли четыре, то ли пять фильмов. И они должны выйти до 2008 года, по-моему. То есть он ведет такую... В 28-го. В 2028-го, да. Да, вот. Ну, то есть он нашел свою нишу, так скажем, и, значит, решил бомбить ее, выжимать ее досуха. Ну, я как бы только за. Если второй фильм мне тоже понравится, потому что первый фильм долгое время, если кто не знает, он оставался самым прибыльным фильмом всех времен и народов. Он, в принципе, по-моему, и сейчас является. Просто на короткое время его обогнали... Мстители. Мстители. Да, на небольшой промежуток времени потом он опять отобрал у них первое место. И, ну, не знаю, как насчет второго, сможет ли он как-то в кассу прямо победить первую часть, но я рассчитываю и жду, так скажем. Ну, в том числе для начала я жду полноценного трейлера, чтобы посмотреть, что там еще будет. По тизеру пока трудно судить. Я хочу добавить, что в фильме появятся новые герои, в частности, Кейт Уинслет там сыграет какую-то героиню. Опять-таки, нет пока никаких особенных подробностей. Но есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что когда первый «Аватар» появился на экранах, он очень способствовал продвижению 3D-технологии в кинотеатрах. Тогда как раз говорили, что Джеймс Кэмерон ждал вот с этим проектом, когда 3D-технологии достигнут определенного уровня, когда станут доступны для того, чтобы можно было в каждом большом мультиплексе хотя бы один зал посвятить именно вот этой показу 3D-фильмов. И я очень хорошо помню, когда каждый второй фильм был уже в 3D, обычные снятые фильмы переводили путем, там просто через специальную компьютерную программу, их делали объемными в 3D. Но затем абсолютно эта технология была, ну, не то чтобы позабыта, но она перестала пользоваться каким-то спросом. И я вот в последнее время, даже я не помню, когда в последний раз предлагался нам фильм в 3D. Вот сейчас нет ни одного фильма в прокате, который предлагался бы в просмотре 3D. Все очки, вот это все ушло, как будто бы в прошлое вообще, как будто бы этого не было. И мне очень интересно, сумеет ли второй «Аватар» вернуть эту моду, снова возродить моду на 3D. Ну, я уже в свое время говорил, что, да, Камерон рассчитывал на технологический прорыв, он его способствовал в том числе, то есть разрабатывал какие-то специальные камеры, специальные технологии для этих съемок. Вот, и после того, как появился этот фильм, как ты правильно говоришь, 3D был на высоте, а потом начал сходить на нет, в том числе, наверное, потому, что не все фильмы нуждаются в 3D. То есть когда это какая-то драма, ну, то есть ни остросюжетный, ни фантастический фильм, нету необходимости в удорожании его путем съемки в 3D, да. Фантастика – это уже другое дело. Ну, и, соответственно, сами очки. Я уже, по-моему, в одной передаче говорил, что они вызывали, не все им нравятся, не все они подходят. То есть у некоторых глаза устроены так, что очки просто не работают. И я читал, что Кэмерон рассчитывал, что за то время, пока идет съемка второго, будет как-то придумана технология, позволяющая смотреть 3D без очков. Но, как мы видим, технологии такой, к сожалению, придумано не было. То есть какие-то там двойные экраны и прочее, но какие-то разработки шли, но ничего не придумали в этой связи. Поэтому, видимо, он решил уже не ждать, выпускать как есть. Но, возможно, со временем все-таки что-то такое придумают. И тогда этот фильм заиграет новыми красками. Ох, ничего не придумали к тому, чтобы можно было продлить время передачи. Поскольку я смотрю просто на часы, мне показывают, что время нам закругляться. Так и не успели мы обсудить жен. И я думаю, это тема для следующей будет, может быть, действительно передачи. О том, как супружеские отношения двух актеров влияют на карьеру каждого. Я бы вот так поставил вопрос. Тем более, что суд еще не закончился. Так что все еще впереди. Спасибо большое, Владимир Веселов, Олег Пек. Программа «Синема». До следующей среды. До свидания. Всем пока. Радио Болтком.